Добрый вечер еще раз все! Слава Богу! Радости! Такая радость встретиться вновь! Великолепное время было утром, и Бог дает нам также благодать продолжать наслаждаться. Как здорово, что Он влечет нас к себе, влечет к тронному залу, где мы приходим с дерзновением наслаждаться. Пастор, у вас выключен микрофон! Да, спасибо! Ой, слава Богу! Слава Богу! Добро пожаловать на молитвенное общение. Я говорил о том, что какая благодать, что мы утром наслаждались общением, слоем посвящения, великолепным словом пастора Владислава. И также Бог влечет нас по своей любви, сверхъестественной любви, ага по вечернему времени, где мы наслаждаемся также общением этим словом и молитвенным общением. И сейчас будет небольшое ободрение в качестве слова посвящения перед молитвой. Затем у нас примерно будет час молитвенного времени, и затем у нас будет также и занятие библейское. Я взял за предпосылку этого небольшого слова посвящения перед молитвой одну из мыслей сегодняшнего утреннего слова посвящения по 92-му псалму. А именно слово было о тронном зале, или о троне, о свидетельстве о троне, которое в первую очередь свидетельствует нам Господь Бог, и мы вторим и свидетельствуем. И это оживляет нас, поскольку Его Слово проникает во все области нашей жизни, объемлет нас. Слава Богу! Салон 92-й, 1-й, 2-й стихи. Итак, я повторюсь, что это одна из мыслей утреннего слова посвящения сегодняшнего. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясом, потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол твой утвержден искренне, ты ответ. Извините, не знаю, здесь это старославянская Библия. И евреям также, 4-я глава, 16-й стих. Давайте прочитаем известный вам стих. Евреям, 4-я глава, 16-й стих. Поэтому да приступаем с дезиновением престола благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Итак, размышляя над этим словом, у меня появились 3 мысли, которыми я хотел бы поделиться. Итак, первое это, когда мы откликаемся на пребывание в Его троне и отклик, когда мы откликаемся на Его Слово, мы, в общем-то, под Его воздействием Слова поклоняемся природе Бога. Вне зависимости от обстоятельств, которые могут окружать нас. Представьте обстоятельства, которые окружают нас. И очень хороший пример для раскрытия этого принципа – это Евангелие от Луки, 24-я глава. Помните, как ученики Его были окружены, так сказать, кажущимся для них поражением, что Иисуса Христа распяли, все их мечты обречены на провал, а именно то, что они хотели физического утверждения или человеческого утверждения Иисуса Христа на трон, только лишь как человека. И они были омрачены, разочарованы. И Господь, в общем-то, приходит к ним, Иисус, как мы видим, разговаривает с ними, любя, дает им способность на восприятие, позволяя им даже сказать некоторые неприятные слова в Его адрес. Такие как, откуда ты вообще взялся? Разве ты не слышал вообще, что происходит у нас? Но Иисус Христос затем, подготовив их сердца и прекрасно зная, чем все завершится, а именно тем, что они, наконец, сядут, успокоятся и начнется это удивительное назидание. Итак, мы видим, что Господь в первую очередь Сам подготавливает наши сердца к тому, чтобы мы увидели и насладились откровением и изъяснением Его природы, о Его могуществе. И, как недавно, в одном из слове посвящения было сказано, что Его могущество определяется чем? Действием мессианским. А именно то, что Он отдал Своего Сына. Вот в чем заключается Его могущество. Да, Он всемогущий. Да, Он всезнающий. Еще много-много-много различных атрибутов, которые мы даже не можем в полной мере воспринять сейчас. Но главное Его могущество заключается в том, что Он отдал Своего Сына. И это просто поражает. Его природа любви Агапы поражает нас. Мы, когда поглощены Его изъяснением, Его выражением любви в сверхъестественном откровении, это дает нам способность сконцентрироваться на изъяснении Его природы и дает нам также способность наслаждаться Его Словом, успокоиться под воздействием преподнесения Его Слова и наслаждаться этим. Итак, второе. Это после того, как Он приводит нас, подготавливает сердца, изъясняет, мы успокаиваемся. Мы исполняемся Духом Святым и уже находимся не под воздействием каких-то окружающих, возможно, даже тяжелых обстоятельств, которые мы можем переживать, каждый из нас, и вы можете сами отождествиться с ними. Но Бог призывает нас, чтобы в момент, когда мы можем что-то переживать из физической жизни, что-то, возможно, мрачное, Господь еще больше желает, чтобы мы отождествлялись именно с изъяснением Его природы, могуществом Его природы о Сыне, то, что Он отдал Своего Сына. В этом пик Его любви, вершина Его любви. Он говорит, если Он Сына Своего отдал, Бог всемогущий, то как и с Ним не дарует всего остального? Он изъяснил самую наивысшую Свою любовь, полноту Своей любви, отдав Своего Сына, и этим самым Он желает сказать нам, что, вы знаете, можете успокоиться, если проще говоря. Нет тут причины для страха даже в тех моментах, когда мы можем переживать тяжелые скорби. Вы можете сказать, так это легко сказать, что можно так легко наслаждаться словом в момент тяжелых скорбей. Но Бог, мы говорим не о пренебрежениях скорбями, а мы говорим о Божьем действии, когда Он поднимает нас, когда Он, во-первых, Сам готовит сердца, затем Сам изъясняет, как мы видим в Евангелии 24 главе, и мы уже становимся способными в том, чтобы воспринимать Его, и затем Он и действует, как было сказано сегодня в утреннем слове посвящения, великолепным образом, что Он начинает проникать своим словом и действием Своего Слова во все области нашей жизни, и, безусловно, в области скорби нашей жизни, которые мы можем переживать, если таковые имеются. И таким образом мы видим с вами, что молитвенная часть – это не только выражение скорби. Как поясняется в Писании, пусть эта часть будет маленькой частью в нашем молитвенном выражении. Как паспорт Владислав часто упоминает это в нашем ободрении, но пусть больше будет исполнение Духа. Пусть больше будет исполнение Духа под тем воздействием, когда мы превозносим Христа, славим Его, поем Ему песни, не останавливаемся в этом. И затем, таким образом, Он готовит наши сердца, еще больше вникаем в Слово Божье. Сегодня может показаться, как и часто это упоминалось, опять же, паспорт Владиславом, что время такое скоротечное, что невозможно уделить время для Слова. Но если мы действительно посчитаем и начнем обозревать, на что потратился день, то мы увидим, что Он в некоторых областях был потрачен совсем, в общем-то, на ненужные вещи. Это говорится не в осуждении, а это говорится о том, что так здорово приходить нам к Нему. Он влечет нас своей сосредоточенностью, своей концентрацией, и мы все больше и больше таким образом влюбляемся в Него и находим желание, которое Он совершает в нас, все больше приходить к Нему. А что значит приходить к Нему? Это не какое-то эмоциональное влечение, да, только лишь на эмоциональном уровне. Нет. Как мы с вами сказали, Он готовит наши сердца, чтобы успокоить нас. Затем изъясняет свое сердце в Сыне, которого отдал нам. И затем проникает своим словом о Сыне во все области нашей жизни. Что по примеру этих учеников мы видим, что что бы с нами ни происходило, сердце может гореть позитивом, духовным позитивом, гореть именно этим спокойствием, с одной стороны спокойствием, с другой стороны радостью в Иисусе Христе, которая исходит от пребывания в изъяснении Его Слова. Аминь, слава Богу. И сейчас мы начнем молитвенное время.